И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к иконе Божией Матери Скоропослушница. Существует много чтимых икон Пресвятой Богородицы, прославившихся чудотворениями. Среди них особенно любимая икона Божией Матери Скоропослушница. История возникновения этой иконы очень примечательна. Это случилось в 1664 году. На святой горе Афон в Греции есть православный мужской монастырь Дохиар. Это место тихое и уединенное. Один из благочестивых монахов, Нил, был поставлен на послушание в трапезную. И, проходя в ночное время, с зажженной лучиной в трапезную, он услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с копчащей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил пред иконой Божией Матери, умоляя о прощении, и вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения, и приказывающий возвестить всей братьи. С этой поры будет именоваться сия икона моя скоропослушницей, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение опрошений. Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет свое обещание, являет скорую помощь и утешение всем с верою к ней притекающим. На иконе мы видим изображение Пречистой Богородицы поясное. Левой рукой она держит Бога-младенца Господа нашего Иисуса Христа и правой рукой указывает на него. На голове Божией Матери корона, а одежда ее пурпурного цвета. Поскольку женщинам в Дохиарский монастырь вход запрещен, то монахи сделали список с этого образа, и этот список стал именоваться Богородица-скоропослушница. Первая икона так и осталась над входом в трапезную, а чудотворный список иногда выносят из стен монастыря и крестным ходом обносят вокруг него. Во многих житейских нуждах помогает молитва пред иконой-скоропослушница. Слепые молятся о прозрении, хромые молятся об исцелении от своего недуга. Многие люди обращаются к иконе Божией Матери для того, чтобы изгнать от себя злого духа, для того, чтобы получить облегчение в физических и душевных страданиях. К ее действенной помощи прибегают в минуту опасности от природных бедствий и нападения врагов. Считается, что к этому образу можно обращаться в то время, когда промедление может привести к большому несчастью. Матери молятся пред этой иконой, чтобы Божия Матерь помогла в исцелении больных детей. А бездетные супруги по молитве Божией Матери становятся счастливыми родителями. 14 апреля в четверг в православном календаре значится День памяти преподобной Марии Египетской. Она жила в середине пятого и начале шестого столетия. В 12 лет она ушла из дома в Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной Мария увлеклась порочной жизнью. Так, 17 лет Мария жила в грехах, пока Господь не обратил ее к покаянию. По стечению обстоятельств, однажды Мария присоединилась к группе паломников, которые направлялись в Святую Землю. Попав в Иерусалим, вместе с паломниками она направилась в храм Воскресения Христова. Люди толпой входили в это здание, а Мария у входа была остановлена какими-то неведомыми силами и никак не могла войти. Тут она поняла, что Господь не пускает ее. Охваченная ужасом и чувством покаяния, она стала молить Бога, простить ей грехи, обещая исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божьей Матери, Мария стала просить Богородицу заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе просветление и вошла в храм. Пролив слезы у гроба Господня, она вышла другим человеком. Мария исполнила свое обещание. Из Иерусалима она удалилась в суровую, безлюдную иорданскую пустыню. И там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми молитвами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и сделала свое сердце чистым храмом Духа Святаго. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова